Ничего не бойся и просто сделай это сам. Илон Маск. Когда я был маленьким мальчиком, я очень боялся темноты. Ну а затем я подумал. Ладно, темнота означает просто отсутствие фотонов на видимой длине волны в 400-700 нм. Этой темнотой для Илона Маска стал 2008 год, самый худший год в его жизни. Три провала с запуском ракет SpaceX. Tesla, которая к этому моменту еще не смогла выпустить ни одного автомобиля и была названа провалом 2008 года. Деньги которых так не хватало на дальнейшее финансирование проектов, что Илон даже начал продавать свои дорогие автомобили, чтобы хоть как-то дальше платить зарплаты. И наконец, трагическая смерть сына и развод. Каждый из этих моментов даже по отдельности мог бы сломать многих из нас, но Маск не просто выстоял, что он провернул один из самых сложных инвестиционных трюков в бизнесе и спас Tesla от банкротства за несколько часов до того, как компания должна была быть объявлена банкротом. Илон Маск – одна из самых удивительных персон в истории мирового бизнеса. Изобретатель, бизнесмен, промышленник, построивший свою бизнес-империю на радикальных идеях и в равной степени жизни, снискавший к себе как ненависть, так и восхищение. Любое его действие в жизни подчинено осуществлению невероятных замыслов. Он является основателем, а также идейным вдохновителем таких проектов, как SpaceX, Tesla Motors, Boring Company, SolarCity и Neuralink. На счету которых ряд неоспоримых достижений, изменивших аэрокосмическую, электромоторную отрасли, а также транспортную инфраструктуру, энергетику и искусственный интеллект. В отличие от не менее знаковых фигур в истории бизнеса, таких как Билл Гейтс или Марк Цукерберг, которые являются гением одного продукта, Маск умудряется построить нечто невообразимое в каждом проекте, за который берется. Мальчик-гений родился в Южной Африке в 1971 году к семье инженера и модели. В детстве он увлекался компьютерными науками и фантастикой. Одной из самых значимых книг, оказавших на него влияние, по его словам, была книга «Автостопом по галактике», которая научила его задавать вопросы. Уже в свои 12 Илон продал собственную компьютерную программу – игру «Бластер» за 500 долларов. В 19 лет Маск выиграл стипендию и перебрался в Пенсильванский университет, где получил степень бакалавра по физике и экономике. В 1996 году вместе со своими братьями Илон создает компанию Zip2. Это был онлайн-бизнес-каталог с картой и адресами организаций. Найти клиентов было непросто, но вера и усердие Маска дали результат. В 1999 году компания Компак купила стартап Zip2 за 307 миллионов долларов. Из этой суммы Маск выручил 22 миллиона. Так, в свои 28 Илон Маск стал миллионером. Несмотря на большой заработок в юные годы, идейный предприниматель не останавливается на достигнутом. В 1999 году он регистрирует новую компанию XCOM, цель которой – стать полноценной финансовой онлайн-компанией, а также вкладывает в проект собственные 12 миллионов долларов. Маска не пугали риски и неготовность финансового сектора к коренным изменениям. В 2000 году произошло слияние компаний XCOM и Confinity, которая в свою очередь разрабатывает свой бренд PayPal. Разногласия внутри компании, мнение многих сотрудников и инвесторов, что Маск не умеет управлять бизнесом, привели к уходу Илона в отставку. И в 2002 году фирму купил eBay за полтора миллиарда долларов, а Маск получил от продажи 108 миллионов долларов. Но Маск жаждет большего, он полон энтузиазма и готов менять мир. Охваченный идеями колонизации Марса и сокращения расходов на полеты в космос, он создает свою третью компанию – SpaceX. 30-летний мультимиллионер Маск самостоятельно изучал по учебникам аэрокосмическую отрасль и физику космических полетов. Это помогло ему самому рассчитать стоимость материалов и сборки, а также определить, как побить цены компаний, занимающихся запуском летательных аппаратов. Получив поддержку инженера-ракетостроителя Тома Мюллера, они всего лишь за шесть лет смогли не просто запускать ракеты в космос, но и стать одним из основных подрядчиков НАСА. Нереальное упорство Илона, его маниакальное отношение к идеальным результатам и времени, помогло ему стать одним из лидеров рынка, где один из самых сложных продуктов в мире. Его подходы и слова команде звучали так – через десять лет компания должна зарабатывать 10 миллионов долларов в день, поэтому каждый день промедления ведет к потере этих денег в будущем. Деятельность Илона не ограничивается космическими разработками – в 2003 году он становится главным инвестором Tesla Motors, вложив в проект почти 7 миллиардов долларов. Как и с Мюллером SpaceX, в Tesla в Илона поверил другой гений – Strobel, который создает батарейный блок, соединив тысячи литий-ионных батарей и став первопроходцем в индустрии. Первый автомобиль Tesla был презентован в 2006 году в Калифорнии, а в 2019 году было продано 95200 моделей. Без каких-либо причин наши разработки встречают словами «Ну давай, расскажи нам, как это может сработать» Скептицизм. Вы знаете, если бы у них еще были веские причины для этого. Но верный способ положить конец скептицизму – это просто сделать это самим. Чем сложнее ситуация, тем больше Маск концентрируется в разрешении трудных ситуаций. Его главный жизненный принцип – сделать все самому. Он не привык медлить в принятии решений, даже если это касается увольнения сотрудников компании. Чем дольше вы решаетесь кого-то уволить, тем больше времени у вас затрачивается с тех пор, как вам следовало это уже сделать. Сам Илон Маск – заядлый трудоголик. Он очень редко выходит в отпуск. А однажды его отдых чуть не закончился смертельным исходом. Илон собрался отдохнуть у себя на родине в Южной Африке на одну пару недель. Тут его самочувствие крайне ухудшилось. Врачи пытались ему помочь, но лечение не приносило результатов. Он был прикован к постели и потерял до 10 кг в весе. Илон решил, что больше не будет расставаться со своей работой даже на время и пришел к выводу. Илон признается, что для успеха в деле нужно начинать с понимания базовых принципов. Он также считает, если человек хорошо ориентируется в разных дисциплинах, он может смотреть на вещи шире и по-новому, придумывать смелые идеи и находить неординарные и эффективные способы их реализации. По мнению Маска, если идеи действительно великолепны, они выглядят и звучат как сумасшедшие, crazy. Также и обратное, если идея не выглядит таковой, значит она не очень-то и хороша. В своих интервью Илон делится собственными правилами успеха. Его секреты помогут вам не сбиваться с пути и не питать свой мозг сомнениями. Их можно применить не только в бизнесе, но и при разрешении каких-либо других жизненных ситуаций и трудностей. Итак, правила Илона Маска. Первое. Действуй, несмотря на страх. Я тоже, конечно же, испытываю страх и довольно сильный. Я обычный человек с обычными эмоциями, но когда вы верите во что-то очень сильно и готовы на все, чтобы добиться своей цели, все твои страхи уходят куда-то на второй план. Испытывать страх – это естественно. Если вы ничего не боитесь, ребята, значит у вас и с психикой не все в порядке. Мне помогает фатализм. Вы знаете, вероятность того или иного исхода, и это уменьшает страх. Когда я основал SpaceX, я думал, что наши шансы на успех даже меньше 10%. И я принял тот факт, что, возможно, я потеряю все. Я думал, что даже если мы будем пытаться, это приведет нас к чему-то. И после нашей смерти, может, другая компания примет у нас эстафету и доведет начатое до конца. Второе – фокусируйся на клиентах. Всем, кто хочет основать свою компанию, я бы посоветовал быть готовым к длительному периоду трудностей и препятствий. Но если предприниматель неустанно заботится о совершенстве качества своей продукции и желанию быть лучшим на рынке и для своего потребителя, то его ждет успех. Особенно, если вам удастся сделать так, чтобы клиенты желали вашего успеха не меньше, чем вы сами. Если ваши клиенты вас полюбят, ваши шансы на успех резко возрастают. Третье – установи высокий болевой порог. При управлении компанией нужно концентрироваться на кратковременных целях, иначе все рухнет. Люди иногда думают, что управление компанией – это такое веселое занятие. Что ж, ничего подобного. Бывают веселые моменты, конечно, но временами все идет наперекосяк. Хуже некуда. Если вы генеральный директор компании, вам приходится постоянно иметь дело с самыми трудными проблемами. Нет смысла заниматься тем, что и так хорошо идет. Так что на вас валятся все шишки, только успевай выворачиваться. Вы своего рода фильтр для всех нерешенных и тяжелых проблем. Так что, если вы хотите этим заниматься, то должны чувствовать в этом настоящую потребность. Четвертое – проводи тщательный самоанализ. Если вы много времени уделяете тому, что принесет огромную пользу окружающим, в чем вы ни на секунду не сомневаетесь, и вы самым дотошным образом вникаете в детали, то вы добьетесь своего. Пятое. Научитесь правильно задавать вопросы. Если вы зададите вопрос правильно, вам довольно легко будет найти на него ответ. Главное – мыслите шире. И тогда вам станет ясно, какие вопросы задавать. Если хотите, чтобы дело шло как по маслу, тренируйтесь над правильной постановкой основных вопросов. Вы должны хорошо разбираться в теме, по которой задаете вопрос, и должны точно знать, зачем вам нужен ответ на него. Как только вы научитесь это делать, вы сможете сразу сосредоточиться на решении проблемы, будь это процесс продаж или задание для какого-то сотрудника. И тогда ваш клиент поймет, почему нужно выбрать именно ваш товар или именно вашу услугу, а ваш сотрудник осознанно выполнит поставленную вами задачу. 6. 6. Будь готов к неудачам. Любое новаторство подразумевает ошибку. Успех компании зависит от вашего умения быстро исправлять ошибки, а вовсе не в идеальной работе без ошибок. 7. Помни о чувстве юмора. Есть разница между полететь на Марс и умереть и полететь на Марс и начать там жить. Нас интересует вторая ситуация. Было бы странно увидеть коллекцию космических кораблей на Марсе. 8. Ребята, это вам не парковка для автомобилей, они должны возвращаться на землю, их нельзя бросить где попало. 8. Стремитесь к совершенству. Любая продукция имеет свои недостатки, но мы делали все, чтобы их уменьшить при создании Тесла-мобиля. Никто не знает, как выглядит идеал. Мы стремились, чтобы все детали этой машины были безупречны. Если вы делаете все, чтобы добиться совершенства, все выстраивается как надо само собой. 9. 10. Выполняй обязанности. Гораздо веселее готовить еду, чем мыть посуду, согласитесь. Но без этого не обойтись, приходится делать и то и другое. Нужно заставлять себя делать то, что необходимо. Чтобы добиться результата в любом деле, нужно делать не только то, что нравится, но и то, что нагоняет тоску. Если не уделять время скучным обязанностям, можно все потерять. Если уйти с головой в творческий процесс, компания прогорит. 10. 10. Будь искателем приключений. Если вы ищете способ, вы рано или поздно найдете поддержку. Но для этого нужно не просто биться головой вы должны по-настоящему верить в свой успех. Я задавался вопросом. Можно ли как-то уменьшить стоимость космической транспортировки? В течение нескольких субботних дней мы с командой пытались просчитать, как это сделать. Мы провели несколько мозговых штормов, и я не смог найти ни одного действительно фундаментального препятствия для снижения затрат на ракету. Именно тогда я основал SpaceX. 11. Вдохновляй других на великие свершения. Какое будущее мы для себя хотим? Будущее, где мы навеки заключены в пределах одной планеты? Где нам суждено жить до полного вымирания? Или же мы хотим стать человеческим видом, способным существовать на разных планетах с возможностью совершать перелеты к другим звездам и галактикам? Думаю, что вторая альтернатива вызывает гораздо больше интереса и восторга, чем первая. Я бы хотел начать с Марса. Давайте вспомним, какой безумной казалась идея создания программы Аполлон. А если сейчас спросить у кого-нибудь, назовите несколько величайших достижений человечества в 20 веке, то номером один в этом списке окажется программа Аполлон и высадка на Луну. Илон Маск может быть образцом для подорожания в эпоху, когда бизнесмены и политики сосредоточены на краткосрочной выгоде и мелких задачах. Маск берется за идеи, за которые едва ли возьмутся другие. Пусть вдохновение, которое может появиться у вас после этого видео, поможет и вам достигать ваших целей. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с тем, кому не хватает мотивации и подпишитесь на наш канал. Спасибо. 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 Спасибо.